Всем привет! Меня зовут София, а это Никита. И у меня в руках плащеносная ящерица. Ее знают даже те, кто никогда не содержал и не планирует содержать рептилий. Все потому, что вокруг ее головы есть такой вот плащ, который она раскрывает при опасности. В интернете есть очень много роликов с этими удивительными существами. Из этого ролика вы узнаете много интересных фактов о плащеносных ящерицах. Узнаете, как правильно их содержать и насколько они ручные. Эта австралийская ящерица обитает в Новой Гвинеи и северном побережье Австралии. Размер взрослой особи достигает 80 сантиметров. Самки по размеру не отличаются от самцов. У этих ящериц нет полового деморфизма. Эти ящерицы ведут дневной древесный образ жизни. Питаются в основном насекомыми и мелкими позвоночными. Плащеносные ящерицы – прекрасные домашние питомцы. Они легко приручаются и любят общаться с человеком. Для содержания плащеносной ящерицы необходим террариум вертикального типа. Минимальный размер террариума для содержания взрослой особи – 60 сантиметров в длину, 45 сантиметров в глубину и 90 сантиметров в высоту. Освещение – важная составляющая правильного содержания. Плащеносной ящерице необходимо хорошее дневное освещение, мощная точка прогрева и высокий уровень ультрафиолета. Мощность греющей лампы зависит от того, какой высоты у вас террариум и какое расстояние от лампы до зоны баскинга. Температура в этой зоне должна достигать 40-45 градусов. При высоте террариума 90 сантиметров мы можем использовать лампу UVB-150. Так как эта ящерица древесная, в террариуме нужно установить устойчивые коряги. Также можно поставить кору и толстые ветки. У нее должна быть удобная и доступная точка прогрева. В качестве грунта используется древесный субстрат крупной фракции, например, Forest Bark или Rainforest. И на дне террариума останавливается большая поилка, в которую ящерица сможет целиком поместиться, так как они любят купаться. Искусственные растения вешаются на стенки террариума, чтобы создать имитацию природных условий и уменьшить стресс у животного. Влажность в террариуме должна составлять 50%. Ее можно поддержать поливеризатором или автоматической системой подачи осадков. За температурой и влажностью можно следить с помощью соответственного термометра и гигрометра. Площеносная ящерица — хищник. Основу ее рациона составляют насекомые, но она также не проще полакомиться и грызунами. Она очень легко приручается к разморозке. Взрослую ящерицу вообще можно не кормить живым кормом. Постарайтесь максимально разнообразить рацион вашего питомца. Чтобы он получал все необходимые питательные элементы. Также не забывайте давать кальций и витамины, чтобы предотвратить заболевания и обеспечить правильный рост и хорошее здоровье вашему питомцу. Основа рациона плащеносной ящерицы — сверчки и тараканы. Для взрослых особей саранча. Также можно иногда побаловать животное гусеницами бражника, огневкой или даже маленькой мышкой. Малыши до полугода едят каждый день, до года — через день. Далее можно кормить три раза в неделю. Не ограничивайте малыша в корме, так как он активно растет и ему нужен большой запас энергии и питательных веществ. Взрослой особе можно давать около пяти-семи крупной саранчи за кормление или одного бегунка. Если ваш питомец, будучи взрослым, сильно набирает вес, сократите количество кормлений и уменьшите порции. В идеальных террариумных условиях эта ящерица может прожить до 25 лет, при этом в неволе они живут около 5-8 лет. В плане контакта эти ящерицы очень схожи с бородатыми агамами. И неудивительно, ведь оба этих вида принадлежат к семейству агамовых. Они абсолютно не боятся человека, легко приручаются и очень любопытные. Малыши обычно трусоваты, но с возрастом они становятся намного спокойнее. В связи с этим они очень редко раскрывают свой плащ, так как раздражителей как таковых нет. Они также, как и бородатые, могут бегать за лазерной указкой, довольно активно ведут себя в террариуме, исследуют новую территорию и не проявляют агрессию к человеку. При этом они довольно эксклюзивны и в продаже встречаются очень редко. Уход за таким питомцем несложный, с ним справится даже ребенок. Кормление занимает около 5 минут, а уборка требуется лишь локальная. Менять грунт полностью не нужно, только по мере необходимости. Надеемся, видео было интересным и полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. Также напишите, о ком вы бы хотели увидеть в следующий ролик. Пока-пока!